здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика смотрите какую сетку мы сегодня с вами будем вязать девчонки я еще не видела такого способа вязания пишите если вы видели смотрите какая она интересна она такая вот держит форму девчонки смотрите таки вот с изнанки она тоже тоже очень красиво и изнанки вот форма держится вот такая вот сегодня у нас сеточка так как у нас уже грядет лето вот прекрасная пара не знаю как лучше то ли на белом фоне туле так вот наверное виднее так вот лучше да вот лето у нас впереди поэтому вяжем сетку и вот это вот сетка девчонок я будет очень классно к летнему кардигану потому что и форма будет держаться и летний как бы вариант дыр чистый поэтому такой вот способ значит число петель должно быть кратно 3 если поворотными рядами кратно 3 и если в круговую тоже кратно трем потому что при поворотных рядах у нас одна петля для симметрии а при круговом вязание соответственно раппорт узора 3 петли так 3 3 6 8 9 давайте 12 12 и так сам узор состоит всего из 4 рядов и раппорт 4 ряда и 3 петли вот сейчас мы быстренько это все дело разберем и так первый ряд так давайте я провяжу чулочной гладью два ряда то есть один ряд лицевыми один ряд изнаночного чтобы вам было виднее вот как бы на образце там у вас везде ли у вас понятное дело что будет либо резинка либо какая-то окантовка красивая вот поэтому вот таким вот образом я сделаю чтобы просто было виднее чтобы это не шло от кромки сразу потому что там будет как бы сливаться и будет непонятно на самом деле сетка очень красивая и я что-то из нее свяжу к лету сейчас у меня еще такие весенние проекты надо пододелывать а к лету обязательно что-то и так первый ряд ученки смотрите вяжем две петли вместе лицевой далее первую петлю мысль со спицы слева снимаем а вторую оставляем и вот таким вот образом здесь я придерживаю первую петлю она у нас уже уходит а две следующие петли я перебор переворачиваю и провязываем вот слева направо две петли вместе лицевой то есть у меня здесь две петли вместе лицевой и том что сократила я всего одну петлю теперь накид и далее снова то же самое две петли вместе лицевой одно оставляем эту придерживаю потом две поворачиваю вот по сути она одна и та же петля которая фигурирует два раза у нас да поэтому сокращается у нас одна петля накид накид и здесь одна лицевая для симметрии сейчас она будет использована в следующем ряду если это круговой ряд то понятное дело что ее не будет вы вяжете тут весь ряд круговую до вот этого места и после вот здесь вот у нас будет и накид второй ряд изнаночные изнаночными петлями либо целый круг лицевой если это в круговую третий ряд теперь вот смотрите теперь мы провязываем одну лицевую это то петля для симметрии первом ряду она в конце во второго в третьем ряду она в начале далее делаем накид теперь опять же в первом ряду он после вот этих вот провязок двух вместе а в третьем ряду он перед ними поэтому и получается все в шахматном порядке вот и все это нужно запомнить и понимать я ориентировалась на дырку тут все прекрасно видно здесь сокращение накид значит следующий раз у меня накид и потом сокращение точно такие же то есть и в первом и в третьем ряду все одинаково только в шахматном порядке здесь уже в конце накида у нас не будет видите здесь мы провязали лицевой нет она переместилась сюда накид в начале в конце его нет здесь все наоборот сокращение сокращениями начинаем накидом заканчиваем здесь накидом начинаем сокращением заканчиваем и четвертый ряд либо изнаночные петли либо лицевые если это круговое вязание все девчонки вот и весь узор понятное дело сетка вяжется они все вяжутся вот примерно одним рядом а это согласитесь что она шикарно вот согласитесь не знаю как вам показать вот видите вот эти вот сокращения они делают такой жгутик который идет такими переплетениями интересными красивыми вот и сама сеточка выглядит вот так вот прям красиво согласитесь все девчонки на сегодня все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока